Девушки отдыхают Разрушенные судьбы Все это остается за кадром Изнанка профессии, которую простые зрители никогда не увидят Страшная цена, которую артисты порой платят за свой успех Актриса Ирина Линд, жена знаменитого Валерия Золотухина Приезжает в Московский дворец молодежи ровно за три часа до начала спектакля На работу, как на праздник За кулисами пока совсем спокойно Артисты только начинают приходить на работу Это вот наши за кулиси Здесь у нас костюмы меняются в спектакле очень много раз Там выход на сцену Здесь мы успеваем быстро-быстро переодеться и даже поправить грим Ирина исполняет главную роль в музыке Баронессы Эльзы Шрейдер Это наша костюмерная Тихо, пока никого не слышно Среди реквизита и вешалок с одеждой неожиданно обнаруживается солярий Тут просто бывают проекты, когда по контракту артисты обязаны загорать Когда, например, был мюзикл Зоро или Мама Мия Они должны были быть все такими загорелыми испанцами Поэтому должны были, обязаны были посещать солярий Но у меня роль аристократическая Поэтому мне нужна, наоборот, аристократическая бледность Я его не посещаю За кулисами при имя спектакля приходится довольствоваться довольно скромными условиями Даже актерского буфета нет Холодильник у нас, микроволновочка, водичка Ну, тут мы обедаем Еду, к сожалению, приносим с собой, нас тут не кормят Говорят, что толстые не были Не надо вам буфета Шутка Ирина торопится на сцену Пока актрису отвлекала наша съемочная группа, репетиция началась Ждать некогда Скоро в зал войдут первые зрители Это наш помощник режиссера за меня сейчас репетирует, видите? Вот так готовятся технические работники Сцена неожиданно приходит в движение В этом мюзикле вообще много выездных конструкций Иногда они застревают Я вообще люблю все накладки на сцене Люблю, когда выходит новый партнер Вот сегодня у меня будет новый партнер Потому что, когда играешь каждый день, как-то чувства немножко притупляются И любая неожиданность, она вносит новую какую-то волну, новую энергию Кладки бывают всякие Несчастный случай произошел с американкой Кристиной Эпплгейт Во время премьеры мюзикла «Милая чарити» Актриса сломала ногу и целых 20 минут держалась на сцене, доигрывая роль Как оказалось позже, мужественный поступок того стоил Уже через месяц Эпплгейт была номинирована на самую престижную американскую театральную премию «Тони» Актера Игоря Портнова сегодня вводят в спектакль вторым составом У него дебют Игорь нервничает Со всеми главными исполнителями сегодняшнего спектакля Я встречаюсь впервые в самом спектакле Я репетировал с другими исполнителями Недавно на мюзикле «Зорро» Игорь срочно заменил актера, получившего сердечный приступ И вышел на сцену, не зная вообще ни одного слова из своей роли Мне просто ставили наушник в ухо И два человека, хореограф и звуковик Начитывали мне текст И там первая фраза была «Время пришло» И когда я у себя в ухе услышал «Время пришло» То я подумал, что, наверное, время пришло начинать спектакль Я не знал мизансцен Я не знал, пойти направо или пойти налево Я не знал своих детей У меня в спектакле было двое детей И я все время пытался запомнить, кто из них Рамон А кто из них Диего И мне были черненькие, это Рамон А вот этот вот поменьше, это Диего Пока репетиция продолжается, музыканты в оркестровой яме надувают воздушные шарики Готовят сюрприз дирижеру У нее вчера был день рождения И вот сейчас, видите, коллеги готовят ей небольшой сюрприз Она придет дирижировать, а у нее тут шарики мешают махать А она их проткнет, у нее палочки нет 45 минут до начала Пора распеваться, чтобы прогреть связки перед выходом на сцену Скоро в зале начнут собираться первые зрители У артистов сейчас последняя возможность отработать на сцене самые трудные номера Особое внимание дебютанту Ирине и Игорю играть придется за кадычных друзей Знакомых уже много лет Тут нужно чувствовать партнера А как это сделать, если за спиной всего 15 минут совместных репетиций? Еще сложнее танец Времени на его подготовку уже нет А в оркестровой яме своя репетиция Здесь снова весело В эти минуты репертуар не важен И музыканты играют не то, что будет в мюзикле, а просто для души Это звездный, это звездный час В фойе начинают скапливаться зрители Сейчас за сценой самое горячее время у гримеров и костюняров Вы нагрим? Да Заходите За несколько минут Кирилла Рубцова, исполнителя главной партии, капитана Георга Фонтраппа Должны состарить на 15 лет Морщины, мешки под глазами и, конечно же, главный признак возраста Вот в бутылочке самое важное Это седина Которая Которая и делает меня, собственно, стариком Меня вот обучили азам Крима И мы совместно это делаем, потому что Экономим время Его всегда не хватает Самая неприятная процедура На артиста приклеивают провода от микрофонов Причем крепят, как говорится, намертво И вот так я прихожу весь в лейкопластырях домой Потому что отклеить их потом после спектакля невозможно За 10 минут до начала у гардеробов выстраиваются очереди Александр Капельдинер Он координирует работу службы зала Гардеробщиков, билетеров Он точно знает, сколько времени нужно зрителям, чтобы занять свои места И когда следует дать третий звонок В исключительных случаях его можно и задержать За кулисами суматоха Кириллу Рубцову прикрепляют седые бакенбарды Ирине Линд укладывают волосы Ну вот, теперь я уже могу командовать Идите там Командовать своими детьми Современные популярные артисты заняты одновременно во многих спектаклях Тут легко можно запутаться Какая у тебя сегодня роль? Героя или злодея? И где именно? У меня один раз был случай, когда я приехала на спектакль Вот хожу, значит, к театру Матаганки К служебному входу Выхожу из машины, подхожу И понимаю, что спектакль-то у меня в театре Луни сегодня Впрочем, даже если артист по какой-то причине на спектакль не явится Отменять представление не придется На каждом мюзикле в труппе есть так называемые свинги Актеры, которые посменно дежурят И в случае чего готовы заменить любого артиста Но сегодня их помощь не понадобится А вот справится ли со своей ролью дебютант Игорь Портной Пока не знает он сам Вот здесь зал где-то, наверное, минуты 3-4 до начала спектакля За три минуты до начала свободных мест в зале остается все меньше В оркестровой яме дирижер принимает цветы и поздравления от кого-то из музыкантов Кажется, надутые воздушные шарики не помешают сегодняшнему спектаклю Артисты уже в образе, во всех смыслах Облагословляю вас, хорошую работу Всем хорошего, удачного просмотра Спасибо Идите с Богом Раздаются первые музыкальные аккорды Мюзикл начался Пойдемте со мной, я вам покажу Ураль И сердце мое вторит этим песням Прекрасней, которых на свете нет У гардеробщиков теперь полтора часа отдыха Михаил работает здесь уже два года Мюзиклы смотрел не раз Теперь, не уходя с рабочего места, узнает любимые сцены спектакля Песня все-таки здесь до слез Если честно, даже мне вот, как бы, я молодой, можно сказать И даже мне иногда слезу навевают эти песни За кулисами в это время суета Между своими выходами актеры переодеваются на ходу На стене расписание сцен Артист всегда может посмотреть, в какой следующей сцене он играет И сколько минут до нее осталось Елена Черквиани в ожидании своего выхода рассказывает Как артисты проверяют реакцию зрителей Мы слышим публику, какая публика Вот по каким-то репликам, по каким-то, как идет спектакль Понимаем, какая публика А не видно публику, потому что лучи бьют И не видно вообще ничего Здравствуйте, я смотрю на свет Неожиданный гость Посмотреть на работу коллег пришел сам Николай Расторгуев Вот решил зайти Мега-звезда отечественной эстрады Готовится к юбилейному концерту в честь 55-летия Говорит, зашел посмотреть, как молодежь поет Не попал на премьеру Все очень хорошо А поем как? Поехали Три часа, как одно мгновение Звуки мюзикла давно утихли А аплодисменты все еще слышны Ну, прости, подлицайся, что не так Поздравляю Премьера Спасибо огромное Игорь Портной признается честно Отыграл свой дебютный спектакль не идеально Надеется, что партнерша не в обиде Я надеюсь, она не сильно расстроилась Сегодняшним моим спектаклем Мы еще будем вместе играть Я надеюсь, все это будет гораздо-гораздо лучше, чем Субтитры сделал DimaTorzok